Вот вы видите, и мы выросли. Вот эти дома, построенные по сути одной конторой. И это дома из любого материала, из любого. Вы можете здесь и в Магнитогорске заказать любой проект, любой, и вам его сделают. То есть давайте думать для всех. Я хочу небольшой, дом ориентировочно в 400-500 тысяч рублей. Есть то самое место. Я хочу дом покруче. Да, легко и быстро. Я хочу построить грамотный шлакоблочный дом. Опять же сюда. В любое время суток. Хороший фундамент и правильный дом. Без промерзания грунта. И это ваш дом. А я хочу дом из хорошего и грамотного кирпича. Опять же сюда. Видали, что делается? Да, это изумительно. Давайте еще выше и круче. И вы думаете, что только несколько закрытых комплексов могут это сделать? Да ну! Комплекс абсолютно правильный. Вам сделают и отличный склад с путями, и естественен, и большой, и реально большое, и крутое место. И не для одного бизнесмена. Итак, вернемся к тому, кто это делает. Я бы даже сказал, что некоторые самые крутые специалисты этого не делают. Мы строили торговые центры, торговые комплексы, в принципе, более двух тысяч квадратных метров, которые сейчас... Сами строили? Сами строили, да. У нас есть прекрасный руководитель по строительным объектам. Он, в принципе, и возглавлял руководство такой стройкой, такими комплексами. Но и не только комплексы. Это не только строительные и, наверное, продуктовые рынки, ярмарки, центры. Но это и фитнес-центры, это и офисные помещения непосредственно двух-трехэтажные. То есть вот такой широкий спектр. Это было круто, да? Надо было сразу сказать, что пацаны, мы пришли сюда не просто вас удивить, мы вас еще и порадовать пришли. Ладно, не будем об этом и говорить. Сегодня, сейчас. О чем мы будем говорить? То есть, по сути событий, город продолжает строиться, да? Приезжают разные товарищи, да? Кто-то может приехать из ближайшего зарубежья, кто-то может типа из дальнего зарубежья. Я предполагаю, что все-таки грамотнее обратиться к тому, кто живет в городе Магнитогорск. Я тоже так считаю. Почему? Не потому, что мы такие замечательные, а потому, что мы здесь, мы есть и мы всегда рядом. То есть мы готовы ответить на любые вопросы. Где-то проконсультировать непосредственно наших клиентов по строительству. То есть где-то, возможно, может быть какие-то нужны доработки непосредственно достроить объект, да? То есть где-то его привести в внешний вид, в надлежащее качество, то есть, да, сделать внешнюю отделку. Потому что мы занимаемся строительством под ключ, но можем разбить его на этапы. То есть мы можем выстроить каркас здания, да, по желанию клиента. Мы можем сделать внешнюю облицовку здания. Мы можем сделать внутреннюю отделку. Все зависит непосредственно от договоренностей. Немного будем прыгать, но ничего страшного. Мы говорим об обычных жителях России. Обычные жители России – это в 90% случаев люди небогатые. Еще 9,9% имеют большие деньги. Реальные и нормальные, чтобы построить себе дом и сделать для фирмы крутые вещи. И сотая процента – это для тех, у кого денег куру не клюют. Это не для них моя программа. Теперь, вернувшись к большим россиянам, что для них нужно? Ну, естественно, дом. Не могут они жить в общагах, коими наши города и являются, а свой дом. Они это хотят. Можно было бы, конечно, любую недвижимость и в Москве. И тогда на аренду хаты у нас можно закрутить и очень крутой, замечательный дом. И вернувшись к нам, что мы хотим? Ну что, за сумму однухи с крутым ремонтом, отличный и достаточно большой дом. И обращаемся сюда. Чтобы было понятно, да, где мы находимся, что это такое. Это, в принципе, старый дом. Вот. Из него уже сделано абсолютно новое жилье. То есть, смотрите, вот как был… Они тут жили, естественно, до некоторого времени. То есть, это был туалет такой своеобразный, да. Вот новый котел поставили. Замечательный котел, кстати, он греется всего на 30%. А здесь мы говорили, что минус практически 40 было. То есть, они спокойно находились, понимаете, да, в новом доме. Вот из чего было и куда переехали. Теперь маленький нюанс, который вам камера не передаст. Это старый дом. Когда вы заходите в старый дом, чувствуется, ну, такой своеобразный аромат старизны, понимаете. Чуть-чуть такой, немножко по-другому все звучит и пахнет. Только переходим, и абсолютно новый дом. К сожалению, камера это не передаст, но понять вы должны. Зайдите в любое старое жилье, вот, допустим, к бабушке, да, а потом к себе. И поймете, о чем речь идет. То же самое здесь. За нами ваш каркасный дом из грейнборда. Цена отопления, ну, примерно. Одной батареи хватит? Одной батареи, может быть, и хватит, в зависимости от объема помещения. Но здесь ситуация какая. Дом, он работает как термос. То есть, он набирает тепло, затем он его начинает сохранять. То есть, ну, и единственный момент, что потом его просто поддерживают на минимальных энергоносителях. То есть, вот он набрал, обогрел, да, вот та же самая одна батарея обогрела комнату, и все. И вы можете, в принципе, его убавить, и только поддерживать комфортную температуру в доме. Вот, оно как красиво. Очень. У нас было в Смеловске минус 44, но мы ходим вот так вот босиком всю зиму проходили. В принципе, топим на тройке, да, Вань, котел? Ну, на корову. Да, и платим так же, как вот за один дом платили, так и за два платили. По такой же стоимости. Дешево, вкусно и сердитый. И самое главное, быстро. Давайте про другое поговорим. Худо-бедно, но бизнес в России скоро переживет 30 лет. За 30 лет можно из продавца стать владельцем. И это хорошо. Если есть мозги, то это здорово. К сожалению, таких мозгов у меня-то и нет. Жалко. Но приходится себя отнести к большей части населения России. Но кто-то круче, и это хорошо. Хотелось бы, правда, чтобы и он делился информацией о своем бизнесе из моих рук. Ну да ладно. Вот его изумительный центр. И, естественно, до поры до времени часть он сдает для сети. Светофора почему нет? Кредиты требуют отдачи. А что помогает? Хороший сетевик. Кроме всего, теплые склады. Это детище той самой фирмы, озвученной в начале. Круто, а как? Любое производство, в любом месте делается все под ключ. Да, замечательно. Но, естественно, то, что лучше всех. Дома из красного обожженного кирпича. Круче не придумать. Такие дома могут простоять и не одно столетие. Да, очень много людей, которые строятся. Понимаете? Не все и не у всех все получается. В данном случае мы говорим про Pride. Оно работает? Ну, конечно, работает. То есть мы можем посмотреть, что, в принципе, у вас очень хороший, грамотный дом. Ну, дело не только в доме. Мы построили много и коммерческой недвижимости, и торговые центры, и складские помещения. Но, когда пришла очередь строить жилой дом, то, естественно, выбрал компанию Pride. То есть и коммерческие помещения он тоже строил? Да, безусловно, конечно. То есть вы уже убедились, что, в принципе, человек, которому есть возможность доверять? Безусловно, доверять в плане финансов, в плане порядочности. И, в конце концов, стройка есть, когда приходится иногда нервничать, напрягаться. С этим человеком комфортно работать. И вы говорите, что такое сделать сложно. Да, но есть ведь специалисты. И да, сей материал делался достаточно долго. И такое тоже бывает. В некоторых случаях он делается и годами. И это работа. К слову, о домах разных. Да, мы и не такое снимали. И было-то у нас три человека. И вот как так получилось, что в тех домах люди зимой мерзнут. В этих домах на такой подушке тепло вам будет. Во как! Потому что сначала снимается грунт до скалы. Затем теплая подушка. Внутрь вставляется пластик. Для воды и для стока. Здесь же, опять же, внутренняя проводка. Как оно? Затем грамотный шлакоблок. Для стен с внутренней прослойкой для тепла. И я как специалист скажу, что грамотнее утеплить изнутри. И пожалуйста, ваш дом под ключ. Вам остается только довести до ума и жить в нем. В общем-то обыкновенный садовый дом. Но необыкновенная цена. И необыкновенное качество. И необыкновенное исполнение работы. Получилось такое, что вы его заказали. И по цене получилось совсем практически не сильно дорого. Ну, просто я хотела дом такой, чтобы был легкий и теплый. И по цене недорогой. И получилось. Получилось. Сам он по себе тепло. В нем даже сейчас можете зайти и посмотреть, что после зимы там не холодно. Босиком уже ходишь. Не босиком, в смысле без обуви ходишь. То есть можно, да, ходить? Можно, да. То есть мы будем говорить, что в принципе каркас и старик все это не есть плохо? Нет, не плохо. Во-первых, постройка очень быстро. Где-то за полтора месяца они мне уже от фундамента и под крышу все сделали. От фундамента и под крышу? Нет, фундамент у нас свой был. А, ну я понял. Фундамент и под крышу все было сделано. Всего лишь за полтора месяца? Супер. Крестники были постоянно. Только если у них не погода. И то есть они потом работали внутри. Сверху все сделали, внутри. То есть вы довольны? Довольны. К слову о цене. Давайте отойдем от стройки своими силами. Можно, естественно, но будет долго. Чем хороша эта фирма? Все под рукой. Они строят и для этого у них есть все. Кое-что свое, кое-что берут в аренду. Естественно, свои скидки. Можно и самому, но собрав все воедино, проще не купить, типа на среднюю иномарку, а сумму онную влупить в свою недвижимость. А машину купить-то можно. И не за дорого сделать любую. Ну, смотрите мою другую программу под названием Автостоп. Теперь возврат к цене. 400-500 тысяч за вот такой дом. Это даже не сумма иномарки. За эту сумму мы покупаем вас. Кстати, насчет дешевизны. Все-таки программа Дом, милый дом, она вот рассчитана для людей, которые не хотят влазить в дивную ипотеку. Проще взять кредит. Проще построить вот такой дом. Проще сделать его грамотно. То есть один дом сохраняет себя в другой дом. Понимаешь? Мы можем строить, в принципе, одноэтажную Америку. Потому что, по сути событий, я люблю Америку. И вот какой она есть без руководителей, которые там иногда странно им бывают. Обыкновенных людей я просто так люблю. И просто обыкновенных людей, американцев я люблю. Они живут в одной этажной Америке. То есть событие следующее. Мы можем ли сделать так, что, допустим, у этого человека 500 тысяч, да, есть, взял. Ну, или бы там небольшие кредиты. Можно ли сделать для него небольшой вот такой дом? Запросто можно. Нужно будет оговорить непосредственно саму конструкцию, что он в конечном итоге хочет получить. Ну и, соответственно, понимать, что все-таки, условно говоря, в 500 тысяч можно вложить именно небольшой домик, да? Именно небольшой. Потому что я всегда говорю нашим клиентам, что дом – это очень серьезный шаг, да, в жизни. То есть, как покупка автомобиля, допустим, да, покупка… Это даже более серьезный шаг. Это более серьезный шаг, потому что он достаточно деньгоемкий. Кредо нашей компании, непосредственно, мы не строим дешевые дома для того, чтобы просто построить и забрать с людей деньги, да? Мы строим те дома, которые будут соответствовать качеству, которые будут служить людям на радость. Итак, вы, в принципе, поняли, почему я в этой работе и не на один месяц. Хочется круто, и круто получается. Да, не ОАО. Да, есть просто люди, которые у нас могут строить круче остальных и, по сути, дешевле он их. Ну, а что вы хотите? Сколько надо – человек нанимает из лучших. Потому что только лучшие могут строить быстро, качественно и доступно для всех. Я повторяю, для всех россиян, которые живут в Магнитогорске. Наверное, здесь есть понимание ситуации, которая сейчас складывается непосредственно у нас в городе, да, в стране. То есть мы не задираем цены. Мы достаточно при хорошем качестве даем доступную цену. Мы не строим дешевую, мы не строим дорогих, да, мы делаем доступное жилье. То жилье, которое будет соответствовать непосредственно нашим клиентам, заказчикам, потребителям. Те, которые будут потом жить в этом доме. Я все-таки почему об одноэтажной Америке, да, Америка – она большая-большая страна, а мы в другой маленькой-маленькой стране находимся, типа в России, но в которой места просто не может быть. Поэтому все-таки одноэтажная – Россия. Одноэтажное жилье, но оно, я так думаю, что оно достаточно практично, да. Во-вторых, как бы сейчас тенденция все-таки идет к тому, что люди начали считать свои деньги. То есть мы экономим энергоресурсы непосредственно, да. То есть будущие вложения, будущий капитал, который мы, в принципе, можем разумно потратить на себя, на свою семью, не переплачивая за отопление, а за электричество, да, за газ. То есть такой дом каркасный, он, в принципе, удовлетворяет потребностям клиентам. То есть при минимальном вложении в отопление вы максимально экономите свои деньги, при этом сохраняете тепло.